Вот вчера вот снег так вот повалил, и пришла зима. Я был очень рад. Снег вот прямо шёл, как будто... Ну, это, конечно, очень мало снега, там меньше сантиметра. Он так чисто совсем чуть-чуть покрывает асфальт. Вот там вот видно, где машина стояла, вообще ничего, немножечко на машине. Но когда снег шёл, он шёл так довольно обильно, и я просто был так... Ну, такое хорошее настроение, был так радовался этому всему. Вот, так, надо поставить камеру. Я ещё, короче, завтракаю, поэтому... Но тема очень такая срочная, нужно рассказать. Я поэтому вообще не готовлюсь, даже обрезать не буду. На завтрак у меня два бутерброда с колбасой, йогурт. Вчера половину съел, сегодня половину съел. И чай ромашковый. Поэтому я вот буду завтракать и с вами болтать. Ну, наверное, сначала поболтаю, а потом буду завтракать. Надо камеру... Ой-ой-ой. Что ж происходит? Напишут сейчас, что... Лентяй, видео не снимаю. Да, я лентяй, видео не снимаю. Сейчас я вам расскажу, почему я на самом деле такой лентяй, и почему не было новых видео. У меня готово видео ещё с моим братом, что мы сделали, я его выложу. Я просто... У меня вообще нету времени, чтобы сделать для него заставку. Поэтому на это видео я даже заставку делать не стал. Но вы помните, что я говорил про новые работы и так далее? Ну так вот, это всё отлично, замечательно, поскольку у меня было... Так, в этом... Это всё отлично, замечательно. Но в прошлую среду, то есть неделю назад, я что-то такое решил, поскольку у нас в студенческом сообществе выборы президента, что надо по-срочному в президенты заделаться. Я уже был международным этим самым офицером, мы их называем офицером, но это не как офицер в армии. Вот я им уже был в прошлом году. В этом году я не стоял на выборах. И в этом году я только сидел, думал, ну у меня там работа, но кто её знает, получу я эту работу или не получу. Нужно в президенты заделаться. Я заделался в президенты. У нас идут сейчас компании эти, мы там друг... Ну, всякие рекламы делаем и так далее. А те, кто мой Инстаграм смотрят, видели. Те, кто у меня на Фейсбуке, то стопудово видели. Те, кто... Чё ещё там? Те, кто не видел, ну, значит, неважно так сильно. Дело в том, что да, идёт, и уже началось голосование, и в пятницу будут известны результаты. Но вчера, во вторник, 27 февраля, я пошёл на интервью в библиотеку. То есть меня пригласили на интервью, чему я был очень рад. Дело в том, что когда я подавал на президента, мне ещё не сказали, что меня пригласили на интервью. Я подумал, ну, может, вообще не пригласят, поэтому я пойду на президента. И через полчаса после того, как я подал заявку, меня пригласили на интервью. Вот. Вчера я ходил на интервью. И это было самое короткое интервью в моей жизни. 7 минут, и всё. Интервью было самое обычное. Вопросы... Ну, я уже работаю, да, поскольку вы знаете, это в библиотеке, я уже там работаю, поэтому... Ну, они... Интервью было у людей как и... Ну, собеседование, да. У людей как и... Которые уже там работают. То есть, был я и одна моя коллега. И были ещё люди, которые вне университета. То есть, поэтому все вопросы были одинаковые. Вопросы были, там, такие... Почему ты хочешь тут работать? И я как бы сказал, что, в принципе, я хочу просто отдохнуть от учёбы какое-то время, и потом назад вернуться докторскую писать. То есть, я не врал, я так... Я не говорил, что, о, боже, я хочу эту работу так сильно, я хочу стать библиотекарем. Нет, я просто сказал, что, вот, я хочу отдохнуть. Эта работа вышла. Я подумал, ну, почему уже и нет. Потом спрашивали, как я могу работать в команде, что я буду делать, когда там ситуации проблемные с клиентами. Вот. Ещё спросили, вот. А потом, типа, знаешь ли ты, как работает библиотека, знаешь ли ты систему Dewey? Такие обычные вопросы. И, как бы, физически ли я, ну, могу поднимать там тяжести. Вот. И, как бы, библиотекарь, который... Там было библиотекарь, и два зам... Заместителя библиотекаря, которые у меня... Ну, на связи седованием не были, и они такие, ну, как бы, ты... Мы, как бы, знаем, что ты всё это знаешь. Ну, нам нужно просто задать эти вопросы. И под конец меня спросили два таких вопроса, которые очень-таки, я думал, всё, капец. Первый вопрос был в том, что хочу ли я сделать карьеру из вот этой профессии. И я сказал так, что... Ну, поскольку я уже сказал, что я хочу докторскую, не спроси, вот ты сказал, что хочешь докторскую, и задумывался ли ты когда-нибудь о карьере библиотекаря, и, может быть, в докторскую о библиотекарстве. Я сказал, я не знаю, время покажет, поскольку, ну, может быть, я буду тут работать, и мне настолько понравится, что я захочу в этой сфере продолжаться. Как бы я сейчас на этот вопрос ответить просто не могу. Вот. И они такие, окей, окей. И потом был такой вопрос, вопрос был о политике. Я сначала не понял, о какой политике. Я подумал о том, что я в своём твиттере постоянно пишу всякие, ну, не гадости, но очень критично отношусь к университету. Я думал, по этому тему они сказали... И я начал про это рассказывать, и они говорят, не-не-не. Это понятно, как бы у всех людей есть своё мнение по разным поводам. Мы имеем в виду именно выборы. Выборы в студенческое сообщество. Я сказал, а, вот. Я думал, ну, всё, капец, точно не возьмут. И я говорю так, что это... Я ищу работу на следующий год. Я вам сказал, что я хочу отдохнуть год от учёбы, и вот это вот президентство, оно сроком на год, то есть я могу отдохнуть. Я им также сказал, что я не могу быть уверен, что вы предложите мне работу. Как бы, откуда мне знать. Поэтому я ищу другие пути, где могу работать. И мне предложили... Аня. И мне... Как он сказал? Аня сказала, ну, всё понятно, в принципе. Спасибо, что пришёл. 7 минут. Я ещё вырядился, там, пиджачок и так далее. Они сказали, типа, спасибо, что вырядился. И я ушёл. Это было в 9 часов 15 минут. У меня интервью началось. Где-то, ну, 7-10 минут оно длилось. И в 10.30 мне нужно было на работу опять идти. Я пришёл опять на работу, сел за стол. Я был на проходной. И звонит уже... У меня заканчивалась смена в 12. Звонит Дэвид, кто главный библиотекарь, и говорит, зайди ко мне в офис. И думаю, ну, всякое это о работе. Это понятно. И я так подумал, ну, окей. Как бы, в принципе, он может мне сказать, что... Что... Нет, до свидания. Как бы, что... Извини, но ты туда хочешь, туда. Мы тебя не принимаем. Я просто пошёл в офис. Он мне говорит, мы хотим предложить тебе работу. Вот так вот. 3 часа, да? Даже меньше 3 часов. И мне предложили работу. 7 минут для интервью. 3 часа. И мне предложили работу. И я был этому очень рад. И он мне так сказал, что время займёт какое-то, чтобы эти самые... Human Resources. Не знаю, как он по-русски. Чтобы документы все прошли. Поэтому у меня ещё есть около целого месяца до того, как я начну работать. И он сказал, подумай о своём президентстве. И вот теперь, понимаете, у меня уже есть работа. Я её буду начинать где-то через месяц. Но... Но я не знаю насчёт президентства. Поскольку я... Я был бы не против отказаться от президентства. Ну и всё. И просто выбыть с выборов. Но я... У нас 4 кандидата. И один из них, он нынешний президент. И я его постоянно критиковал. Постоянно критиковал. Я считаю, что он сделал очень плохую работу. И поэтому это и был мой единственное решение, почему я должен на выборах участвовать. И теперь я просто, если я откажусь, ну как бы сейчас, до того, как результаты будут указаны, я никогда не узнаю, смог ли бы я его победить. С другой стороны, если бы я продолжу и проиграю, то нормально. Это без проблем. У меня будет работа. Но если я выиграю, то я уже не смогу отказаться от президентства. Понимаете? Вот такой вот у меня проблема. Ну а в целом, я расскажу немножечко об финансовых работах этой. То есть платить мне будут где-то между 18,5-19,5 тысяч в год. Вот. Минус там налоги. То есть где-то в месяц будет 1200, Навряд ли. 1200 где-то, может быть, 1200 с копейками. Плюс 21 день отпуска. И к этому 21 дня добавляется, когда университет закрыт. А закрыт он на Рождество. То есть там он целая неделя. От Рождества, от Сочельника до 2 февраля он закрыт постоянно. И поэтому как бы добавляется еще неделя. Поэтому немножечко побольше. И я очень рад этой работе. У нас хороший коллектив. У меня будет свой стол. У нас открытый офис. Вот у меня будет свое рабочее место. И поэтому очень хороший коллектив. Опять-таки, наверное, уже несколько раз говорю. Мне все очень нравятся. Приятные люди, как бы. И поэтому еще вот почему лучше быть работой в библиотеке, чем президентом. Сколько президентом, да, ты можешь что-то изменить в универе. Но коллектив, с которым ты работаешь, те конфликты, те эмоции, тот стресс. Как бы это может быть слишком. Я как бы это могу потянуть. Это без проблем. Я уже один раз через это прошел. Ну, хоть и не президентство. Но в библиотеке все-таки работать поприятнее. Вот. Такие вот новости. Быстренькое видео. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. И увидимся в следующем видео, когда я уже буду спокоен обо всем.